Всем привет, с вами Дмитрий. Сегодня вы увидите страшные видео и страшные истории от канала необъяснимое. Если готовы, тогда погнали. А следующее страшное, я бы даже сказал холодящее душу видео, было снято в Пензенском морге. По крайней мере, так утверждает ряд источников. В коротком ролике мы видим запись с видеокамеры наблюдения в морге. Мы видим комнату для вскрытия, а также несколько тел, лежащих под простынёй. Казалось бы, ничего необычного, что может произойти в столь спокойном месте. А теперь смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Неожиданно из-под простыни появляется рука. Она откидывает простыню с лица, и человек встаёт. Он с большим трудом, ему очень тяжело, но всё же встаёт и пытается уйти. Сразу же появилось две версии. Либо это врачебная ошибка, хотя в наше время это довольно нереально. Хотя всё же такие случаи бывают. А вторая версия – это обычный розыгрыш. Возможно, даже какая-то реклама. Как вы считаете, что же происходит в этом нашумевшем видео, которое набрало за короткое время достаточно много просмотров? Причём первоисточник не обредились не удалось. Оно разлетелось по различным ресурсам очень быстро. В общем, друзья, я жду ваше мнение в комментариях. Официальной информации по поводу этого ролика не поступало. Поэтому я предполагаю, что возможно, это розыгрыш или реклама. А следующее леденящее душу видео появилось на канале Регион 64. По утверждению авторов, жители Саратовской области общаются с духом родственников в стене. Но давайте вспомним то, что нам говорил Виктор Николаевич Фефелов. Для тех, кто не знает, это учёный, который уже очень давно исследует явление полтергейст. И вот как раз по его утверждению, полтергейст – это не дух. А теперь смотрите внимательно, что же у них там происходит. Он должен успокоиться. Давай, стукну. Вот так. Ребята, ребята. Два раза. Нормально выходи. Хотелось бы обратить внимание, что по утверждению очевидцев, стена очень толстая и кирпичная. Слышно, даже когда женщина бьёт по ней рукой, и суха практически нет. Попробуйте побить по кирпичной или несущей стене, будет только шлепок. В ответ мы слышим сильнейшие удары в стену. Даже можно видеть, как стена подпрыгивает. И когда оператор обходит с той стороны, стена совершенно пустая, ни следов, ничего. Предположим, чтобы такая кирпичная стена вибрировала, и мы слышали удар такой силы, с той стороны нужно было бы приложить огромное усилие, возможно, ударить кувалдой или чем-то подобным. Но на стене мы не видим ни следа. При этом звук раздаётся как с той стороны, так и с этой. Также примечательно, что это не первый случай. Случаи ударов в стену довольно распространённые. Самый известный происходил в 1979 году в Соединённых Штатах Америки. Тогда там собралась коллегия различных учёных. И геологи, и сейсмологи никто ничего не смог найти. При этом стена с обратной стороны уже разрушилась. Подобные случаи также наблюдались в Тульской области и в Германии. Как по мне, это типичное проявление полтергейста. А как вы думаете, что это? Напишите свои мысли в комментариях. Следующий короткий ролик записал мужчина прямо с монитора камер наружного наблюдения. Мы видим, что камеры направлены на собор. И посмотрите, что происходит дальше. Опять, 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 опять. Наташа, ангел! Смотри! Смотри! Смотри, что делается. Это же не может быть свет, правильно? Нет. Боже, господи, помилуй. Я такой... Не думаю, что мне там похудешь. Я заснял, успел. Смотри, смотри, вон, 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 вон. Достаточно интересное видео. Многие предполагали, что это свет. Кто-то предполагал, что это какие-то блики. Но ни один из комментаторов не смог точно назвать причину этих явлений. В этом ролике мы ясно видим, что какие-то силуэты летают по небу. Ну а что это? Также жду ваши мысли в комментариях. Большинство комментаторов, кстати, предположили, что это ангелы. Возможно, причина тому, что эта запись сделана на фоне собора. Я не хочу казаться предвзятым, но как по мне, так это настоящее чудо. Иногда даже скептикам бывает страшно от некоторых мистических происшествий. Эта жуткая аудиозапись была размещена на Reddit Дэвидом Фаруком. Почему-то его аккаунт на данный момент удалён. Он искал ответы на вопросы, что это может быть. Он говорит, что у него отношения на расстоянии, и также, что иногда его девушка оставляет телефон включённым. И он включён ещё долго после того, как она засыпает. Однако в этот раз его девушка услышала странный шум в телефонной линии и решила записать его. Она подумала, что это похоже на разговор, но была уверена, что это не голос Дэвида. Послушайте и подумайте, что это может быть, по вашему мнению. Дэвид подтвердил, что во время записи он крепко спал, и они оба были очень сильно напуганы. Его подруга также сказала, что не в первый раз слышит странные звуки. Хотя это очень сложно разобрать, определённо звучит как разговор. Однако, если мы замедлим запись, это будет ещё страшнее. Послушайте. Голос становится чище, и кажется, что кто-то или что-то говорит на каком-то неизвестном языке. Автор считает, что это звучит так, как будто поразговаривают демоны. Что делает эту запись ещё более жуткой, тогда то, что девушка Дэвида утверждает. С тех пор, как она вернулась в дом своей семьи, с ней стали происходить странные вещи. Она говорит, что однажды проснулась с необъяснимыми синяками на теле. Также был случай, когда она на своей руке нашла то, что похоже на укус. Ещё она слышит какие-то голоса, звуки, как будто кто-то ходит по чердаку. А её семья даже не заметила странных явлений в доме. Несмотря на то, что Дэвид скептик, он считает, что все эти странные события звучат, как типичные примеры активности полдергейста. Которые были также задокументированы другими в подобных ситуациях. Итак, расскажите мне в комментариях, что же может быть на этой жуткой аудиозаписи. Может ли это быть голосом демона, или же это полдергейст, который, кажется, блуждает по дому подруги. Послушайте эту запись ещё раз и судите. Следующий ролик появился в тикток-аккаунте GLEI77. Где был записан этот ролик, неизвестно. Возможно, это какая-то военная часть. Но это только мои предположения. Информации очень мало. Теперь посмотрите внимательно, зачем наблюдают парни. Тихо! Пой там вспышка. О, не плачет. А где звук? Пацаны, включите звук. Еба. На улице. Еба. По-моему, это обычный фонарь летает. Подожди, она на нас летит. Слышишь, она приближается. Всё, тихо. Говорю, окна трясутся. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Во-во-во. Да тихо, бля. Я тишину сломалить. Слышите. Ебой. А вот и окна на трясутся. Чё? Это чё такое? Ха-ха-ха. Банная башня. Вот это китайцы салют сделали. Ха-ха-ха. Это мой волна. Парни, снова он меня заказал. Ха-ха-ха. Вы можете видеть в небе странный светящийся объект. Позже появляется звук. Также, когда объект поднимается ещё выше над ребятами, от него отделяются какие-то два шара. Как всегда, мнения по поводу этого ролика разделились. Большинство написали, что это неопознанный летающий объект. Возможно, инопланетяне прилетели изучать Землю. Кто-то предположил, что эта военная часть находится рядом с космодромом. А то, что мы видим, это запуск ракеты, оттуда и звук, который доносится позже. Друзья, я судить не буду, потому что информации очень мало. Пишите свои мысли в комментариях. Автора следующего видео мне найти не удалось, но прислал мне его подписчик Кирилл. В ролике мы видим вагоны метро и кое-что интересное. Смотрите внимательно. К сожалению, определить, что это за метро и где оно находится, мне тоже не удалось. Возможно, это какой-то арт-проект. Но были и комментаторы, которые предположили, что это слайдермен. Хотя этого персонажа не существует, но все же выглядит это очень крипово. Как вы считаете, что это и что случилось с автором, кстати, мне тоже неизвестно. Жду ваши мысли в комментариях. Следующее видео в моем списке почти наверняка не имеет ничего общего с паранормальными явлениями. Но тем не менее, это очень жуткий клип. Ролик размещен пользователем тикток по имени Хоррор Дэн и показывает нам, как кошка ходит. И движется она довольно нервирующим образом. Смотрите. Кошка поднимается на задние лапы и, вертя головой из стороны в сторону, словно что-то высматривает, идет вперед. Затем она подходит к столу и, используя передние лапы, взбирается на него, чтобы получить лучшую точку обзора. Несмотря на то, что автор предполагает, что его кошка может быть одержима, кажется более вероятным, что это просто обычная кошка. Но у нее есть странные навыки. Но представьте, что она пробирается в вашу спальню в 3 часа ночи. По словам источника, история этого видео такова. Ученые исследуют тоннель не очень далеко от зоны 51. Далее они натыкаются на существо, которое скрыто в темноте. Кажется, что один из исследователей знаком с ним и мы делаем вывод, что он уже виделся с ним и, возможно, существо сбежало. Существо человекоподобное, но имеет большой рот и острые зубы. Также оно издавало очень жуткие звуки. Пользователи сети уверены, что речь идет о человеке-крысе, который фигурировал в видеозаписи 90-х годов. Ну а вы пишите свои мысли в комментариях. Если вам нравится видео, не забывайте подписываться на канал. У вас это займет всего 2 секунды. А этот ролик немного шокирует, и прежде чем забираться в воду, чтобы искупаться, сначала бросьте в нее что-нибудь. В ролике мы можем видеть, как мужчина выливает в воду ведро с чем-то. После происходит вот это. Выглядело очень жутко, я думаю, вы не хотели бы там оказаться. Мнение пользователей сети разделилось, и кто-то предположил, что это какое-то чудовище. Но были и скептики, которые предположили, что это стая аллигаторов. Ну а что думаете вы? Пишите свои мысли в комментариях. Друзья, с вами был Дмитрий, канал Необъяснимая. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok